Крестовоздвиженский храм находится на улице Горького. С двух сторон частный сектор. Практически все вязники состоят из частного сектора. А пойдём мы на одну из главных улиц Киселёва, к дому купца Синькова. А это такое красивое здание. Городская больница. Вязниковская районная больница. Старинное здание из красного кирпича. Рядом с ним продуктовый магазин. Друзья, в отличие от Коврова, здесь можно спокойно заблудиться. Такие, хоть город в несколько раз меньше, но тут такие закоулки, что даже местные плутают. Как у нас на Мещерском озере, где я проживаю. Так что не всё так просто. Очень красивое здание. И ещё один продуктовый магазин. Улица Киселёва идти по прямой от Кафедрального собора. Ну, друзья, одно название, Кафедральный собор. Как-то у меня осталось негативное впечатление. Только от кладбища. Позитивное, если можно так сказать. Ещё один симпатичный домик. Как сказочные домики некоторые выглядят. Вот мы и на улице Киселёва. Чуть в отдалении виден храм, и мы к нему подойдём и изучим. Правда, мы в конце улицы. Я стою около цветов. Хотите почувствовать себя в деревне? Ну, более-менее в цивилизации. Вам сюда. И воздух, и парк. Всё, что хочешь. Красивые виды. То есть на природе. И частично в цивилизации. Вот мы и подошли к усадьбе Синькова. Фабриканта Синькова. Ранее, предположительно, эта усадьба принадлежала купцу-водовозову. А далее была приобретена для разрастающегося семейства фабрикантом Синьковым. Друзья, и рядом ещё такое колоритное здание. В годы Отечественной войны здесь был госпиталь. А сейчас это всё в частной собственности. И проводится реконструкция вроде как. Сейчас мы обойдём и посмотрим. Жаль, что в частной. Лучше бы музей сделали. Вот мы и видим усадьбу во всей красе. Будают мнение, что это была его дача. Так что такая колоритная историческая улочка. И венчает её Троица-Живоначальный храм. А сейчас мы видим с вами храм Троица-Живоначальный. Впервые была построена в виде деревянной церкви в 1715 году. И далее уже возведён каменный храм в 1856 году. До 1902 года храм был холодный. Далее там провели отопление. Действовал храм до 1941 года. Далее был закрыт и постепенно разрушался. И в 2010 году был приписан Вознесенскому храму Новонекольского Толдомского района. Территория сейчас в травке вся в зелёной. И мы с вами зайдём в этот храм, если получится. Если он открыт. Есть ли вибрации силы около него? Около него вибрации как раз есть. Небольшие, но присутствуют. Друзья, церковь закрыта. Что мне не нравится в Вязниках? Это узкие улочки. Это так моё личное и гоняющие машины. Друзья, ещё одно такое старинное здание. Мы сейчас с вами наблюдаем. Прежних веков. Здесь веет стариной. И не только стариной тут веет, так как это здание противотуберкулёзное диспансерное отделение. Поэтому пойдём отсюда побыстрее. А мы идём с вами по цивилизованной лестнице к Соборной площади. Друзья, из лестницы уже видно, как на ладони город. Очень красивый вид. Как сюда пройти, мне подсказали медчёстры как раз туб-диспансера. Потому что абсолютно всех, не только меня, навигатор заводит в тупик этого диспансера. А мы с вами находимся на смотровой площадке. Спасибо. 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 Спасибо.